Итак, предполагалось, что сегодняшняя встреча, сессия, будет в формате ответов на вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вера приходит вместе с опытом... Кто-то вам говорит, съешь это, это вкусно... Вы говорите, ну на вид выглядит не очень... И тогда я говорю, ну ты просто попробуй, укуси, посмотришь, может тебе понравится... И тогда вы говорите, ммм, хорошо, вкусно... И вот у вас появилась вера, что это действительно вкусно, потому что вы испытали это на своем опыте... Так что самый лучший способ обретения веры, это испытать что-то ощутимое, осязаемое в своей духовной жизни... Если вы просто смотрите на этот кусочек еды и думаете о том, как он непривлекательно выглядит, то вы, наверное, никогда не попробуете его съесть и никогда не узнаете, какой же он на самом деле на вкус... Так что опыт, именно когда мы делаем что-то таким образом, как это следует правильно делать, тогда мы получаем этот опыт, и исходя из этого опыта мы получаем веру... Введение к Бхагавадгите говорится о том, что возможно вы сейчас не поверите то, что вы прочитаете, но вы должны, по крайней мере, теоретически принять это за правду... И попробуйте это практиковать для того, чтобы испытать это и поверить в это... Это другой способ сказать, что даже если выглядит не очень, просто попробуй это на вкус... Вы когда-нибудь съедали что-то, что на вид было не очень привлекательно, но при этом очень вкусное? Да? Да? Так что это похоже... Так что это похоже... И другой способ, как мы можем получить веру, это посредством общения с людьми, которые более духовно продвинуты, чем мы... Общение с теми людьми, у кого больше веры, чем у нас... Потому что их вера, она отразится и на нас, она повлияет на нас... И также мы увидим на их примере, какой прогресс они совершили в своем духовном развитии благодаря своей вере, и это поможет также нам с нашей верой... Приведем еще один пример... Давайте представим, что вы приехали пожить со мной... И вы видите, что я ложусь спать в 12 и встаю в 4 утра и никогда не отдыхаю дополнительно днем... И в течение всего дня без прерывов у меня очень много энергии... И вы задаете мне вопрос, как у тебя это выходит, как у вас это получается? И когда я вам отвечаю, что я делаю пранаяму, принимаю вот эти вот витамины, делаю упражнения и вот такая у меня диета, рацион, вам, наверное, захочется повторить эти вещи за мной... Так что если вы относитесь с кого-то, кто получил статус сознания или статус реализации, который вы хотите... И вы его спросите, как он это сделал, и он тебе говорит... Генерально, вы будете верить, потому что вы видите результаты... Что обычно, если вы общаетесь с кем-то, у кого уровень сознания или уровень реализации такой, к которому вы сами стремитесь... И вы спрашиваете у него, как он этого достиг, и он говорит вам об этом... То естественным образом у вас будет вера в этот процесс... Так как вы видите результат той практики, которую этот человек делает, и легко иметь веру в тот процесс, в ту практику, результат которой вы видите в реальной жизни... Когда наше движение было начато в 1965 году, в нем был только один человек, и это мой духовный учитель Шрила Прабхупады... И что же убедило всех остальных? Больше, чем его слова, всех убедило то, кем он являлся... Потому что он был таким человеком, что все, кто находились рядом с ним, они хотели стать такими же, как он. И поэтому, когда он говорил, что необходимо сделать для того, чтобы быть таким, они соглашались на это и делали это. Это понятно? И третий способ, как получить веру, это посредством изучения философии. Кто-то может сказать, я не верю в Бога, потому что я его не могу увидеть. Вы когда-либо видели большой пожар? Издалека самого огня не видно, виден только дым. И издалека вы видите этот дым, но вы знаете, что там также присутствует огонь. Так? Так что, несмотря на то, что вы самого огня не видите, вы знаете, что он там присутствует. И это тот же принцип, по которому мы можем убедить кого-то в существовании Бога. Потому что мы же предполагаем, мы же верим, что есть огонь, несмотря на то, что мы самого огня не видим, а видим только дым. Точно так же мы можем увидеть все симптомы существования Господа, того, что он действует посредством своих энергий, несмотря на то, что самого его мы не видим. Так что, когда вы получаете достаточное знание, и это знание, оно логично, оно строит веру, оно является тем, что создаёт веру. И сейчас такой психологический момент, аспект, знали ли вы об этом, что люди, они склонны верить чему-то не из-за того, что именно говорится им, а кто именно говорит им это, из-за личности, которая им это говорит. И когда я встретил Прабхупаду, он убедил меня во стольких многих вещах, что в какой-то определенный момент я уже верил всему, что он говорит. Можете поверить, до этого всю свою жизнь я жил, не имея веры ни в кого, ни в какого человека. И вот я встретил этого человека, и в какой-то момент всё, что он говорит, я это принимаю, абсолютно полностью принимаю. Например, вы спрашиваете у меня дорогу, как куда-то пройти или доехать. Я вам отвечаю, вот сначала прямо, потом налево, потом направо, потом налево, направо, и там увидите знак, который будет говорить. Вот туда надо, вот в город, надо туда идти. И вы скажете, хорошее указание. И каждый раз, когда вы спрашиваете у меня дорогу, я даю вам правильное объяснение, как туда добраться. И через какое-то время вы настолько мне доверяете, что я вас могу, вы доверяете тому, что я могу вас привести куда угодно, вы доверяете всему, что я говорю. Иметь сомнение – это хорошо, но иногда наличие сомнений может быть неразумным, чем-то неразумным. Так что вы спросите мне 10 раз для направлений в разные места. И каждый раз я даю вам правильные направлений. В этом моменте, это не интеллигентно, чтобы не спрашивать, что я знаю, как вы доверяете, куда вы хотите. Правда? Десять раз вы спрашивали мне дорогу, и десять раз я вам давал правильные указания, как туда добраться. В такой ситуации уже будет нелогично и неразумно сомневаться в том, что я могу вас привести туда, куда вы хотите. Не так ли? И вера – это такая интересная вещь, потому что если вы скажете, у меня нет веры, это на самом деле не правда. Так как вера является неотделимым элементом нашего сознания, у каждого человека есть вера. Так что когда человек говорит, что у него нет веры, это обычно означает, что он просто полагается на свое собственное восприятие реальности, на свою собственную интуицию. Это значит, что у него есть вера в то, как он видит реальность, в то, что он чувствует. У меня нет веры в вас. А в кого у тебя есть вера? У меня есть вера в мое осуждение о том, что в тебя верить не стоит. И иногда это хорошо, потому что вы можете не доверять тому, кто доверие на самом деле не заслуживает. Но иногда это плохо, потому что вы можете не доверять тому, кому стоит доверять. И вот у нас у всех есть физические тела. И они у нас есть, потому что мы каждый в прошлой жизни хотели очередное физическое тело получить. У нас уже было много-много-много физических тел. И в течение всех этих жизней мы так и не смогли понять, как же выбраться из цикла рождения и смерти. То есть, если вы можете найти кто-то, 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 кто-то... Ну, 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 ну Продолжение следует... Oh, somebody signed in on my account. Did I disappear or did I just think I disappeared? No, no, you didn't disappear, Guru Maharaj. The screen just went, said I was knocked off. Okay. Can you please check your mic? It seems like the sound doesn't go through the mic because it's not like we hear you usually. Could you please check? Oh, yeah, yeah, yeah. Hold on. Thank you. Nadia попросила проверить, говорит ли он через микрофон? Yes, now it's better? Yes, now it's much better. Okay, so... I don't know how to get out of the material world. But if I find somebody, they can guide me out of the material world, why wouldn't I have faith in that person? So, I don't know how to get out of this material world, but if I found someone who knows how to do it, why wouldn't I have faith in this person? Naturally, I would have faith, right? Because on my own, I haven't figured out how to do it. Потому что сам по себе я до этого додуматься не смог. Так что если вы нашли личность, которая более духовно развита, чем вы, то это просто логично иметь веру в этого человека, не так ли? Давайте представим, что вы певец. Вы встречаете кого-то, кто просто удивительный и талантливый певец. Они настолько хорошо поют, вы никогда не слышали, что кто-то так хорошо пел. Разве вам не захотелось бы поучиться у такого человека? Да. Да. То же самое с духовными вещами. Если вы нашли кого-то, кто более развит духовно, разве вам не захотелось бы поучиться у этого человека? У вас естественным образом возникло бы это желание учиться у этого человека, потому что вы видите, о, этот человек поет просто прекрасно. В мире бизнеса, говорится, есть такой совет, что найдите того, кто более успешен, и поучитесь у них. Попросите их стать вашим ментором, куратором, чтобы он показал вам, как достичь успеха. И в духовной жизни точно такой же принцип. Это понятно? Да. Да? Правда. Да или нет? Да или да? Правда или правда? Лично на примере моей жизни, вот эти вот три способа, которые я перечислил, это то, как моя вера вросла крепко. И я думаю, это важно осознавать, что когда мы кому-то не доверяем, в кого-то не верим, это означает, что мы в этот момент вкладываем веру, верим в свое собственное восприятие реальности, или в свою собственную разумность. И, как я говорил, иногда это хороший момент, а иногда это не очень хорошо. И важно это понимать. Я сейчас посмотрю на вопросы, кажется, мне их присылали. Да, Махараш, эти вопросы, и мы имеем в виду 7 more, some particular questions from devotees. Why don't we ask those other questions from devotees? You want me to answer the 7 general questions first? Maybe we should start with the questions of devotees, because usually it takes a lot of time. Маджи, Яна, у вас есть эти вопросы, да? Да. Они в документе такие же, как вы мне прислали в чат, или они там извинены? По-моему, там чуть-чуть перевод изменен, но русские точно такие же. Окей. So, the first question. How can one keep reading Shrimad Bhagavatam daily for the rest of one's life? Первый вопрос. Как всю жизнь, каждый день считать Shrimad Bhagavatam? В вопросе подразумевается, что задающий вопрос боится им, что ему станет скучно в какой-то момент. Well, here I am. 51 years later, I'm still reading it. Still not bored. Ну вот, я здесь сижу. Спустя 51 год чтения. Мне все еще не скучно, я до сих пор читаю. If you take a song you like, your favorite song. Ну вот, давайте представим, что ваша любимая песня. And you just put it on auto-repeat over and over again. И вы включаете ее на повторе. Она играет раз за разом. After about three hours, three and a half hours, you won't want to hear it. Где-то через три, три с половиной часа вы больше не сможете ее слушать. На самом деле, возможно, вас так затошнит от нее, что в течение следующих десяти лет вам больше ее не захочется слышать. Но с маха-мантрой такого не бывает. И это доказательство того, что она духовна. И поскольку она духовна, происходит противоположный процесс. Чем больше вы воспеваете, тем больше вам нравится воспевать. Так что чем больше вы будете читать Шримад-Бхагаватам и понимать Шримад-Бхагаватам, тем больше он вам будет нравиться. По мере изучения Шримад-Бхагаватам, вы начнете понимать вещи более глубоко. Нина, за вами это книги стоят? Это настоящие книги? Это обои, да, кажется? А то я смотрю и думаю, о боже, она прочитала все эти книги, наверное, ты гений. Может быть, она и так гений, я не знаю. Красота духовной жизни заключается в том, что все становится только лучше и лучше, вещи становятся лучше. Конечно, вы должны жить свою жизнь определенным образом, для того, чтобы вы могли ценить эти вещи, духовные вещи. Так что тем более чистыми, очищенными, чем больше мы очищаемся, тем больше воспевание, служение, слушание становится приятным для нас. Но, возможно, вопрос заключается в том, а что же делать, если я еще не на этом уровне? Тогда ты просто делаешь это как свою обязанность, потому что это очищает вас. И когда ты становишься очищенным, ты начинаешь чувствовать привлечение, привлеченность к этому процессу. Это такая естественная эволюция. И это красота духовной жизни. На санскрите есть слово «ананта». «Анта» означает «конец», а «ананта» означает «бесконечно». И в Бхагавадгите говорится, что преданный испытывает счастье, которому нет конца, что для нас, конечно, непонятно. Можете представить бесконечное счастье? Так что давайте приведу пример. Вы едите свое самое любимое блюдо. И с каждым разом оно все вкуснее и вкуснее. И чем больше вы его едите, тем вкуснее оно становится. Можете представить такое? Я начал воспевать Харе Кришна мантру больше, чем 51 год назад. В октябре будет 52 года, как я повторяю мантру. И мы много путешествуем, и иногда программы проходят вечером, и я очень устаю. И вот я уже устал вечером, но надо проводить программу, и тогда я пою киртан, и тогда я пробуждаюсь. И я не думаю, что в течение жизни был хоть один раз, когда я бы пел киртан и при этом скучал. Когда я только стал преданным, в те времена у нас был киртан от 8 до 10 часов в день. Как возможно петь одну песню в течение такого времени, 8-10 часов? Только если это не что-то трансцендентное, это невозможно. У меня есть забавная история для вас. Я отвечал за храм, был ответственным за храм, с очень молодыми преданными. Там были очень молодые преданные. И когда вы только начинаете свою духовную жизнь, ваш вкус к воспеванию, он еще не зрелый, он еще не развился, поэтому иногда вам не так уж и хочется воспевать. И вот в этом храме мы каждое утро, около 11 утра, выезжали в центр города и воспевали та маха-мантру до, может быть, шести вечера. И утром, когда мы должны были выезжать на Харинаму, никто не хотел покидать храм. Я старался быть очень энтузиастичным. Пойдемте, пойдемте за нектаром. Харинам Санкиртана, киджай. И преданные сидели вот так вот, такие, не, не хочу, не хочу идти. И такое было ощущение, что мне надо просто такую огромную доску где-то достать и вот так вот ей провести по полу и всех их вытолкать за пределы храма. Но в шесть вечера, когда пора было уже возвращаться обратно в храм с Харинаму, все говорили, я не хочу возвращаться, давайте еще, давайте еще. Вот почему мы говорим, что пока мы еще начинающие, пока у нас наш вкус еще не вызрел, мы делаем это как обязанность. Но пока мы выполняем это как обязанность, у нас начинает проявляться вкус. И вот это вот разочарование и тоска материальной жизни заключается в том, что если вам не нравится что-то делать, но вы это долго делаете, заставляете себя, в конце концов вам это совсем надоедает и неприятно делать. Но в духовной жизни, если вы духовно развиваетесь, то все становится только слаще, слаще и слаще. Посこの язык Beam. What's the word? Слаще? Сладко, слаще. Yes, sweeter. Сладко, слаще? Yeah, сладко is just sweet and слаще is sweeter. Слаще, 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 слаще. Ананте слаще. Ананте слаще. Unlimitedly sweet. И еще одно интересное слово — это слово «ананда». Это означает «блаженство», но это не блаженство чувственных удовольствий. Потому что материальное счастье — это означает, что вы наслаждаете одной из своих чувств или свой ум. И мы все знаем, как это работает. Это вечер пятницы, вы с друзьями, и вы думаете, ну что будем сегодня делать? И вот вы решаете, пойдем сначала сюда, потом туда. И вы это все делаете, и потом наступает уже вечер субботы, и повторяется все то же самое. Вы обсуждаете, куда вы отправитесь в субботу, и так продолжается вечно. Вы повеселитесь, но веселье закончилось, и вам надо опять веселиться заново. Вы опять повеселились, и это опять закончилось. И вот таково оно материальное счастье. Если бы кто-то спросил у меня, ну вот ты, преданный Кришне, ты счастлив? Я бы мог сказать, нет, не счастлив. Потому что сознание Кришны, оно стоит намного, намного выше, чем счастье. Так что в каком-то смысле это правда. Я не счастлив, я в блаженстве. Это отличается, это разные вещи. Но тогда вы можете сказать, но я не ощущаю этого блаженства постоянно. Ну, надо понять, что спустя миллионы жизней в материальном мире, надо немножко поработать над тем, чтобы очиститься. Но если вы будете продолжать свой путь, то в один из дней вы это испытаете. Но также в течение этого пути, пока вы в пути, вы будете испытывать это блаженство. Может быть, не постоянно, но периодически. Я должен рассказать вам одну удивительную историю. Сколько из вас знают о Вриндаване? Поднимите руку, если вы знаете о Вриндаване. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Некоторые из вас знают о Вриндаване. Поднимите руку, если вы были во Вриндаване. Вриндаван — это то место, где появился Кришна. Во всей Вселенной нет другого такого места, как Вриндаван. Если вы там еще не были, его трудно описать. Но когда вы туда приезжаете, вы чувствуете себя по-другому. Любовь Кришны, она течет в воздухе. И все, кто там побывал, могут подтвердить, что я говорю. И вот приезжает группа студентов во Вриндаван для того, чтобы поработать над одним проектом по фотографии. Это были люди, это были студенты из Америки. Они не были преданными. У них даже не было никакой склонности к духовности. Это были просто студенты из Америки, которые приехали работать над этим проектом. А их преподаватель, он был преданным. И вот он специально привез всех своих студентов во Вриндаван, хотя они ничего про этот город не знали. И вот они ходили по всему Вриндавану и делали много снимков в течение недели. И в последний день своего пребывания они задали вопрос преданному, который заботился о них. Его звали Гопал. Они говорят, Гопал, у нас есть вопрос, очень важный вопрос, надо его задать. И они спросили, что это за чувство, которое мы испытываем, и никогда ничего подобного в своей жизни не чувствовали? Это чувство вы не можете получить ни из чего материального. И поэтому я говорю, что если у вас есть это ананда, это блаженство, то вы гораздо счастливее и удачливее, чем любой другой человек. Как бы хорошо не был он устроен в материальном плане, потому что они не могут испытать то, что вы можете испытать, вот это счастье, вот это блаженство в сознании Кришны. И также Прабхупада говорила, что в своих прошлых жизнях мы уже переделали все, что можно. Это означает, что бы мы не делали сейчас в этой жизни, мы это уже делали раньше. Разве это не интересно? Мы не можем это вспомнить, но мы это делали. И знаете что? Не сложилось, не вышло. Вот почему мы вернулись опять сюда, опять получили материальное тело, чтобы попробовать заново. Подумайте об этом. И Шрила Прабхупада, он часто говорил, в этой жизни вы можете вернуться обратно к Богу. Не упускайте эту возможность. Воспользуйтесь. Воспользуйтесь ей, это что-то очень редкое. Стать богатым и известным, это на самом деле не что-то настолько ценное, особенное. Но стать сознающим Кришну, это воистину кое-что необыкновенное. Вы можете сказать, ну я хочу красивый дом. Ну, в одной из своих прошлых жизней, на высших планетах, на высшей планете у тебя был дом, который гораздо лучше и красивее, чем любой дом, который ты можешь заполучить здесь. Поэтому Прабхупада говорил, отдай эту жизнь Кришне. Если не получится, то ты все равно вернешься сюда обратно и попробуешь заново. И он также говорил, что в течение всех своих жизней вы что-то берете у Кришни, и вот в эту жизнь вы можете постараться что-то отдать ему обратно. Так что, конечно, естественным образом, нам нужен дом, нам нужна еда, нам нужна одежда, нам нужно много разных вещей. И в этих вещах может быть даже какое-то счастье, но если мы не привнесем их на платформу сознания Кришны, то ананды блаженства не будет. Хорошо, я думаю, вы все понимаете, что то, чего жаждет душа, чего она жаждет, это любовь. Не так ли? Поскольку даже если вы богаты, но у вас нет любви, вы не будете счастливы. И группа Битлз пели песню о том, что деньги не купят любовь. И сознание Кришны — это наивысшая форма любви. Вы можете любить свою машину, но любит ли вас ваша машина? Она не может, это просто машина. А Кришна может ответить взаимностью на вашу любовь лучше, чем кто-либо другой или что-либо другое. И когда вы делаете то, что вам нравится делать, но вы это делаете из любви к Кришне, то ваше сердце наполняется радостью. Это мой опыт. Итак, у нас есть следующий вопрос. Did I answer that question? What was the question? I forgot. The question was about how can one keep reading Srimad Bhagavatam daily for the rest of the life. Thank you, Guru Maharaj. So the next question. There are five. In an actor of devotion, five forms of service are mentioned. And one of them is listening. How can one... Nine, not five, nine. Nine. Nine forms of devotional service. I don't understand the question in Russian. Basically, if I translate it, it says, how can one qualify the constant need to listen to the classes of pure devotees? How can one become qualified to listen? I'm sorry. I don't understand. I guess it means that the process of listening, to make it of a high quality process of listening, I guess this is the question. Yes. So how to listen to the classes of pure devotees? How can one make it a good quality listening? Yeah. Well, that's explained. Yeah. There is more. Yeah. Is this... Can this form of service become a simple sense gratification? And if so, where is that line? Where listening to a class is a sense gratification or service? And how can one overcome this tendency? And how can one turn one's sense gratification into devotional service in this case? Yeah. Okay. You want to say that in Russian? I think Nadia posted all the questions in Russian in the chat. But they don't know which question we're answering, right? We're now looking at the second question from Mataji Irina, where she asks about how to improve the quality of listening and how to make it so that it wasn't a feeling of joy, but it wasn't a feeling of service, but it wasn't a feeling of service. Well, anything material can be turned to spiritual, and anything spiritual could be turned into material. So you could turn something pure, like hearing Bhagavatam, into something material, if it goes through a material consciousness. Once a thief heard the Bhagavatam, and in the Bhagavatam it described that Krishna has lots of jewels, so this was during the time of Krishna, and he thought, oh, I'm going to meet Krishna, and I'll steal all his jewels. Anyway, Prabhupada says that you should be pure in your lifestyle, then you'll be able to hear. В любом случае, Прабхупада говорил, что у вас должен быть чистый образ жизни, тогда вы сможете правильно слушать. Если вы хотите прогресса, то это самая лучшая квалификация, ваше желание прогресса – самая лучшая квалификация для слушания. Давайте представим, что вы слушаете разговор, лекцию, и вам просто скучно. Вот тогда во время своей лекции я говорю, я вам сейчас покажу, как заработать миллион долларов за месяц. И вы просыпаетесь, приободряетесь. Правда, правда, скажи мне. Я думаю, что это является правдой относительно любой темы, не так ли? Если вы заинтересованы в своем прогрессе в этой теме, то вы будете заинтересованы слышать об этом, не так ли? Да. What was part of the question? It could turn into sense gratification, and what else? Yes, where is that line, and how can one turn tendency to do it as a sense gratification into a form of devotional service? And how, yes, how can one improve the quality of one's listening? Все, что вы делаете, должно быть для удовольствия Кришны. Может быть, вам обычно что-то нравится делать, что-то очень нравится делать. И обычно вы это делаете для себя, но поймите, найдите способ, как вы можете это делать для Кришны. Это действие должно превратиться из удовлетворения своих чувств, собственных чувств, в удовлетворение чувств Кришны. Вот как это работает, как это устроено. И любовь означает, что вы всегда думаете о том, как же сделать другого человека счастливым, не так ли? И мы так любим себя, мы постоянно думаем о том, как же мы можем сделать себя счастливыми. А если мы любим Кришну, то мы думаем о том, как же мы можем сделать счастливым Его. Но хорошая новость заключается в том, что если вы сделаете счастливым Его, вы тоже будете счастливы. А плохая новость заключается в том, что если вы делаете счастливыми только себя, наверное, он не будет счастлив. Потому что то, как зачастую сейчас люди делают себя счастливыми в наше время, зачастую это то, что не делает Кришну счастливым. Итак, что же вам нравится делать? Возможно, рисовать картины. Я слышал, что в России все являются художниками. Это правда? Американцы думают, что если вы русский человек, то, наверное, вы художник. Или скрипач. Хорошие музыканты, хорошие художники. Это правда? Может быть, чуть-чуть. Если вам нравится писать картины или заниматься искусством, замечательно, делайте это. Но делайте это для Кришны. Или вам нравится петь? Пойте для Кришны. Суть в том, что что бы вам не нравилось делать, соедините это. Потому что материальное существование означает то, что с тех пор, как мы пришли в материальный мир, мы пытаемся все отсоединить от Кришны. Вы знали об этом? И сознание Кришны означает, хорошо, как мы можем все подсоединить к Кришне, связать с Кришной. И вот, что означает йога. Это связь. Удовлетворительный ответ. Я не знаю, тот, кто задал вопрос, она здесь, она слышит ответ. О, я хочу прочитать кое-что вам. Не уходите. Оставайтесь на месте. Оставайтесь на месте. Надеюсь, что я сохранил это себе. Может быть, это было в книге. Это было место, где Прабхупада говорит, все, что вам нравится делать, делайте это для Кришны. Если вам нравится петь, пойте для Кришны. Не важно, что вам нравится делать, делайте это для Кришны. Это то, как вы очищаетесь, то, как вы очиститесь. Материальная жизнь означает, что мы делаем то, что нам нравится делать. Почему? Потому что это удовлетворяет наше собственное желание и чувство. Но духовная жизнь означает, что мы делаем это для Кришны. Это просто, не так ли? Как вы говорите, это просто? Просто. 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 Продолжение следует. Какова наша конечная цель в проповеди как начинающих проповедников? Мы должны привести будущего бакту в храм или на намахату или дать определенную книгу. Имеем ли мы квалификацию рассказывать человеку о махамантре? Как мы можем представить ее обычному человеку, чтобы действительно заинтересовать, а не закидать санскритом? Как понять, что человек готов воспринимать знания, когда мы его просто напугаем и оттолкнем? What is our ultimate goal in preaching as beginner preachers? Should we try to bring the future бакта to the temple or на намахата or give him a certain book? Do we have the qualification to tell a person about maha-mantra? Как мы можем говорить это к обычному человеку, чтобы сделать их интересы, и не просто заинтересовать их санскрит. How can we understand that this person in front of us is ready to accept the knowledge, and we won't just scare him and push him away? Я не знал, что санскрит – это страшный язык. Но я понимаю, о чем речь в вопросе. Прабхупада всегда говорил нам просто говорить о том, что мы сами поняли в соответствии со своей реализацией. И он всегда говорил, если вы что-то знаете, чего не знает другой человек перед вами, то то, что вы ему скажете, поможет ему, даже если вы не знаете так уж много. Когда я был начинающим преданным, все преданные в храме давали лекции по вечерам, лекции по Бхагавадгите, даже самые-самые новички. Даже самым новичкам мы выдавали книги и говорили, выходи и рассказывай людям, что ты знаешь. Вот как мы учились. В возрасте 20 лет я давал лекции студентам в университете. И вы можете спросить, а как вы это делали? Ведь вы только сами были начинающей преданной. И ответ такой, что больше было некому. Я знал те вещи, которые люди передо мной, студенты передо мной не знали, поэтому почему бы и нет? И в вопросе так же звучало, стоит ли этого человека приводить в храм. И тут, конечно, надо... Зависит от того, что это за храм, какой это храм. И так же от самого человека готов ли он к именно этому храму. Давайте представим, что вы проповедуете в общении йогов, где практикуют йогу. И обычно такие люди, кто туда ходит, они любят такой очень сладкий, мелодичный киртан. Не так ли? А я видел такие киртаны в храмах, когда преданные настолько все энтузиастично поют и воспевают, настолько огненный киртан, что новые люди, которые приходят, гости, они даже не успевают повторять махамантру с этим киртаном. Такой очень громкий, очень быстрый киртан. И на киртане молодые брамачари прыгают, которым 22 или даже меньше лет, и они все такие энтузиастичные, у них куча энергии. Новые люди приходят, и они даже не знают, что им там делать. Если это такой же молодой парень, который пришел в гости в храм, возможно, он присоединится к ним, но если это 50-летняя женщина, то вряд ли. Так что вы также должны задумываться о том, на какую программу вы приводите новых людей, чтобы эта программа была подходящая для них. Просто здравый смысл. Используйте свой здравый смысл. Ответил ли я на все аспекты этого вопроса? Вы абсолютно неквалифицированы, но Прабхупада хочет, чтобы вы это делали, и это является вашей квалификацией. Так что же делать? Он просит нас это делать? Он просил нас? Знаете, что говорил Прабхупада? Это очень интересно. Прабхупада сказал, что я не совершенен. Прабхупада сказал, что я не чистый, преданный. Он заострял внимание на этом моменте. И он сказал, что я учусь, что я учусь от моего духовного учителя. На том, что он учит тому, что он узнал от своего духовного учителя. И он говорил, поскольку то, что говорит мой духовный учитель, чисто, то, что я говорю, также является чисто. Поэтому, если вы даете то, что вы услышали, то то, что вы даете, это чисто, даже если вы сами не чисты. Иногда, когда Прабхупада давал инициацию, проводил инициацию, он просил своих учеников начитать четкие для новых и инициируемых преданных. И ученик Прабхупада мог сказать ему, ну, Прабхупада, я же не чист, как я могу начитать эти четкие за вас? И Прабхупада отвечал, мой приказ, он чист, поэтому если ты будешь следовать моему приказанию начитать их, то твое воспевание на этих четках будет чистым. Я сам не чист, но приказание, которое я выполняю, оно чисто. И это означает, что то, что я делаю, и я сам, пока я выполняю это приказание, это чисто. Что вы думаете на этот счет? В другой раз Прабхупада сказал, гуру – это тот, кто знает больше, чем вы знаете. Так что, если вы знаете больше, чем тот человек на улице, кому вы преповедуете, то вы можете быть его гуру. В 1968 году Прабхупада отправился обратно в Индию, он плохо себя чувствовал, и он не знал, вернется ли он обратно на Запад. Так что он оставил Америку и в ней вот этих очень-очень молодых преданных. И он сказал им, я не знаю, вернусь ли я обратно сюда или нет, движение в ваших руках. Вы заботитесь о нем, поскольку то, что он дал, являлось чистым. Даже вот эти вот практически подростки, свежие-свежие преданные, он доверял, что они могут справиться с этим, поскольку само учение чисто. Что вы думаете на этот счет? Это удивительно, не так ли? Он был готов отдать движение вот этим вот свежим, новым преданным, молодым преданным. И потом он сказал, тоже в 1968 году, вы все должны стать гуру. Я присоединился в 1969 году, мне тогда было 19 лет. Что же Прабхупада имел в виду, когда он говорил о гуру? Это означало, что вы узнали от меня, вы научите этому других. Возможно, вы сами нечисты, но то, чему вы учите, это чисто. Значит, вы гуру. Вернее, здесь можно уточнить, возможно, вы несовершенны, а не полностью чисты. И, посредством того, что вы преподаете, учите этому, вы станете чистым очень быстро. Самое лучшее, самое полезное, что вы могли бы сделать, это делиться сознанием Кришны с другими. Это поможет вам больше, чем что-либо другое. Потому что, когда вы делаете что-то, чтобы помочь другому, это помогает вам. Вы даете другому знание, вы сами получаете реализацию. Мне было так часто, что я давал лекцию, и пока я давал лекцию, я сам узнавал что-то новое. Разве это не здорово? Выходишь в лекцию. Выходишь с лекции, и надо записать, что ты только что сказал, потому что это было что-то новое для тебя самого. Ты это произнес своим ртон, но ты этого до этого не знал. Разве это не удивительно? Так часто преданные, когда их просят дать лекцию, они говорят, я ничего не знаю, как я буду давать лекцию, о чем я буду говорить. И потом они дают лекцию, и по завершении говорят, ого, было здорово. Я знаю, на самом деле, больше, чем я думал, что я знаю. Так что да, ответ на твой вопрос – да. Каждый из вас делитесь сознанием Кришны. Это поможет вам очень. И вы должны, вы будете оживляться, более оживленными, когда вы делитесь этим. У скольких из вас есть подобный опыт, когда вы делились сознанием Кришны? У некоторых. Вы все должны делиться сознанием Кришны, иметь этот удивительный опыт. Хорошо, что следующее? И как долго вообще у нас запланирована эта встреча? Надя сказала, что возможно это будет последний вопрос. У нас остается еще четыре вопроса. Махарадж говорит, что постарается ответить на них побыстрее. Итак, вопрос от Гентари. Сейчас преданность становится все больше образованной с точки зрения психологического здоровья, детские травмы, отношения с родителями, эмоциональная зрелость. И с другой стороны, становятся все менее ортодоксальными. Как вы считаете, как это влияет на начальную квалификацию преданных? На что бы вы сделали упор? После принятия духовного учителя, то есть после выхода ученика на уровень Баджина Крия, как проявляется процесс анардха-неврити. К этому нужно как-то подготовиться, чтобы потом было легче его преодолевать. Это работа с учителем, с наславником или с молитвой. Сегодня мы видим, что devotees становятся более и более обученными, в том числе психологического здоровья. Они знают о чайдохе травмах, отношения с родителем, эмоциональной матуратой. И на другом, они становятся более и более ортодоксальными. Как вы считаете, что это влияет на начальную квалификацию? Как вы считаете, что это влияет на начальную квалификацию? Как вы считаете, что это влияет на начальную квалификацию? What would you better focus on? What do you think we should focus on? After accepting the spiritual master, which means after the disciple reaches the Bajana Kriya stage, how does the анардха-неврити process begin? Do we need to prepare for this somehow, so that it will be easier to overcome it later? Does it require working with a spiritual master or with a mentor or just by the means of prayer? Everything. Все вместе. In the question, it sounds like you're saying if someone is using psychology to heal, they tend to be less traditional in their practice of Krishna consciousness. Вопросе прозвучал такой момент, что ты говоришь, что если кто-то больше полагается на... что если кто-то полагается на какие-то... на психологию для того, чтобы излечиться от каких-то проблем, что такие преданные становятся менее традиционными в своей практике духовной. Психология — это не замена духовной практики, но это может быть вспомогательным элементом для духовной практики, если она помогает излечить что-то. Зачастую мы можем провести различия между анартхами, исходящими из психологии, психологически обусловленными анартхами и именно духовными анартхами. Например, такие анартхи... That's what our scripture talks about. These are spiritual examples of spiritual анартхas, right? Yeah, yeah. Well, you could call them spiritual. Например, такие вещи, как вожделение, зависть, жадность. Это то, о чем говорят наши шастры. Можно назвать это, так скажем, духовными анартхами. These are the things that are generally overcome by the process of sadhana. Это те вещи, которые обычно преодолеваются процессом sadhana. But the scripture doesn't talk about the effects of trauma, for example. Sometimes those things may have to be dealt with outside of the practice of devotional service, but it doesn't mean that there's anything wrong with that, and it doesn't mean the process of bhakti is less powerful if it can't heal trauma. It just may be something you have to deal with separately. Поэтому с такими моментами и проблемами иногда надо разбираться за пределами практики преданного служения. Но это никак не преуменьшает значение практики преданного служения, то, что это приходится делать как-то отдельно от нее. Если это какая-то проблема, которую bhakti может решить, а мы идем и получаем какую-то дополнительную... Мы решаем это каким-либо другим способом, то это может выглядеть как компромисс. Но если это какая-то проблема, которая не предназначена для того, чтобы с ней разбираться посредством духовной практики, то мы просто идем и решаем ее для того, чтобы лучше выполнять духовную практику, для того, чтобы это не мешало нам. Гентаре, вы обращали внимание на то, что иногда у преданных трудности в том, чтобы ладить друг с другом? А вы замечали, что иногда у непреданных также есть трудности в том, чтобы ладить друг с другом? И мы, мы частично преданные, частично непреданные, и мы работаем над тем, чтобы уменьшить нашу непреданскую сторону и больше стать как преданными, больше стать преданными. Мы люди, и у нас остаются вот эти человеческие проблемы, присущие людям проблемы. Давайте. И можем представить, что, допустим, у вас трудности в отношениях, и вы знаете кого-то, кто может вам помочь как-то поработать, исцелить себя для того, чтобы эти отношения улучшились. Почему бы этого не сделать? Это хорошо, это полезно. И вы тогда можете задаться вопросом, а разве это не должно произойти как результат моего преданного служения? И ответ такой, что, может быть, зависит. Это зависит от самой проблемы, от того, какая сама проблема, зависит от самого человека, и это зависит от его преданного служения. Или, допустим, вы алкоголик, и вы думаете, что преданное служение поможет вам решить эту проблему. И, возможно, так оно и есть. Оно поможет вам решить эту проблему, но это также зависит от глубины вашей зависимости. Если эта зависимость слишком глубокая, то, возможно, вам нужна будет дополнительная помощь для этого. Не позволяйте ничему встать на пути вашего бхакти. И если у вас есть какая-то проблема, и она не уходит естественным образом благодаря вашей практике бхакти, то просто получите дополнительную помощь. Давайте посмотрим на Грихастха Ашрам. Я считаю, что всем, каждому нужна помощь в Грихастха Ашраме. Даже хорошим преданным нужна помощь в этом Ашраме. Потому что отношения – это трудно, нам нужна помощь. И никто не будет думать, что тут что-то не так. Если у вас трудности в браке, вы хотите получить помощь. Не так ли? Вы просто идете на эти консультации по браку, получаете помощь, внедряете какие-то новые моменты и продолжаете дальше жить свою жизнь. Никакой проблемы. Обычно это принимается как за норму. Не так ли? А теперь представим, что у вас проблемы в браке. Вы обращаетесь ко мне, рассказываете мне о них, и я вам говорю, но все твои проблемы от того, что ты не воспеваешь Шуданам. Ты должна воспевать Шуданам. Тогда все твои проблемы в браке исчезнут. Но это не так. Возможно, они даже станут хуже, потому что теперь ты постоянно в экстазе от воспевания и полностью пренебрегаешь своим мужем. И становишься как Мирабай. Все, я больше ничего общего с этой семьей иметь не хочу. Такое возможно, не так ли? Может быть, не для вас лично, но теоретически это возможно. Поэтому если есть какая-то серьезная проблема в отношениях или проблема с самим собой, которая может быть серьезным препятствием на пути нашего Бхакти, возможно, Бхакти не может справиться с этим сейчас само по себе, поэтому в этом нет никакой проблемы, чтобы получить дополнительную помощь. Это здравый смысл, не так ли? К сожалению, не у всех есть здравый смысл, но что поделать? Я думаю, всем нужны консультации специалиста-психолога по браку. Я думаю, что это полезно всем. Я думаю, что это благоприятно для вашего преданного служения иметь хороший брак. Хотите услышать кое-что очень интересное? Один преданный дал мне целый сет, целый набор записей Тони Роббинса. Тони Роббинс – это самый известный гуру саморазвития в Америке, а возможно и в мире. Там много психологии. Я слушал его, и я думал, я на самом деле все это узнал в лекциях по Сан-Киртене. How to be fearless, how to visualize that someone's going to take a book, you know, how to set big goals. You know, so we're saying I don't want psychology, and your Sankratine leader is giving you a whole psychology class. How to distribute books, not be psyched out. Я узнал на этих лекциях о том, как быть бесстрашным, как представлять, визуализировать, как у тебя берут эти книги люди на улице, о том, как ставить себе большую цель по распространению книг. Я слушаю это все, и я понимаю, что мы зачастую преданные говорят, что им не нужна психология, но на самом деле мы так много психологии изучаем, например, даже для Сан-Киртена, для распространения книг. Так что берите, берите ту помощь, которая вам необходима для того, чтобы вы могли выполнять свое преданное служение. Это не проблема. До той поры, пока эта помощь не противоречит нашим принципам. Я потратила много времени на этот вопрос. Что теперь будем делать? На самом деле, можно дать лекцию по каждому из этих вопросов. Гуру Марадж, может быть, я могу отправить вопросы к тебе, и ты ответишь к вопросам, и я просто отправлю ответы к заводам. Это нормально? Да, еще один вопрос. В одной из лекций вы говорили о том, что нужно стремиться быть незначительным. Хотелось бы расшифровать это слово, что значит в современных условиях жизни быть незначительным, как к этому стремиться, когда внутри есть много разных устремлений, желания славы и гордости в том числе. В одной из ваших классов вы говорили о том, пытаться быть незначительным. Could вы, пожалуйста, elaborate на это слово? Что значит быть незначительным в современном жизни? Как мы стремимся для этого когда есть разные разные aspirations внутри нас? Например, desire для гордости или пройдет? Да. это означает не старайся быть номером один. Это то, почему мы оказались вообще в материальном мире. Когда я стараюсь быть номером один и получать почитание, быть почитаемым, то это значит, что я имитирую, стараюсь имитировать Кришну. Это болезнь. Это наша болезнь. идея того, что считать себя незначительным заключается в том, чтобы не считать себя подарком Бога миру. это очень возвышенный на самом деле способ мышления. И обусловленный душе очень сложно понять, как же ощущение себя кем-то незначительным на самом деле может приносить счастье. Не так ли? Как вы себя чувствуете? Как ощущение себя незначительным? Какие чувства у вас это вызывает? Давайте представим, что Максим дал речь на платформе TED и рассказал мне об этом. это было так замечательно. Я говорю, ну ты на самом деле незначительный. Как ты будешь себя чувствовать? ты станешь грустным. Но когда ты разовьешься духовно, это то, как естественным образом будешь думать и скажешь, я вообще никто, это все милость Кришны. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что это такая очень глубокая вещь, глубокий момент, и надо иметь какой-то опыт этого, чтобы это понять. И как концепция, как концептуальная идея надо понимать, что чувство осознания себя незначительным это наивысшее блаженство, потому что это самое близкое к Кришне положение, а гордость это самое далекое от него положение. Так что я думаю, это самый хороший способ это понять сейчас. Самое далекое во Вселенной место от Кришны называется гордость, гордыня. И самое близкое во Вселенной место Кришны называется смирение. Гордость означает, я думаю, что я самый великий. И смирение означает, что я думаю, что я незначительный. И мы не пришли в этот материальный мир, чтобы быть кем-то незначительным. Мы сюда пришли, чтобы быть номером один. Вот почему это так сложно понять. Как это можно... Если вы сейчас не осознаете Кришну, то как это вообще можно понять, что счастье, счастье быть никем? Я просто хочу быть частичкой пыли в твоих стопах, на твоих стопах, жизнь за жизнью. У кого из вас ваше наивеличайшее желание быть частичкой пыли? Когда Шрила Бхакти Сидданта уходил, он сказал, что наше самое величайшее устремление это быть частичкой пыли на стопах Рупы Госвами и Рупы Натой. Уйдет какое-то время на то, чтобы это осознать. Я думаю, я оставлю вас на... Вот сейчас с этими мыслями вы можете уйти ко сну, пойти спать с этими мыслями о том, как я могу быть счастливым, будучи незначительным. И как я могу быть абсолютно несчастным в попытках быть гордым? И добавлю еще один момент. Кришне не нравятся преданные, которые гордые. Он не может иметь с ними отношений. Разве это не правда, что вот у вас тоже можно иметь наилучшее отношение, легче всего иметь хорошее отношение с теми, кто смиренный. И сложнее всего иметь отношение с гордыми людьми. Да. Кришна is the same. He doesn't want... He can't have good relationships with people who are proud. He doesn't like them. Это то же самое у Кришны. Ему сложно иметь хорошее отношение с гордыми людьми. Они ему не нравятся. Это окей? 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 Я думаю, на сегодня этого достаточно. Есть кое-что о чем подумать. Nice to see you all. Был очень рад всех вас видеть. Надеюсь, вы что-то новое узнали сегодня. Hare Krishna. Его милость, Махатма, Прабулки. Редактор субтитров. ets joining. hmа а What? państwo